Здравствуйте, дорогие близнецы! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Прогноз на следующую неделю, с 7 по 13 октября. Множество разных событий может вас поджидать. На следующей неделе Меркурий меняет свой знак. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! В понедельник и вторник луна переходит знак зодиака. Стрелец в ваш седьмой дом гороскопа, а это потребность в движении, дорогие близнецы. Седьмой дом отвечает за вашего партнера по браку, за любимого человека, поэтому, возможно, вместе с ним вы захотите куда-то отправиться на какое-то мероприятие, на концерт, в гости, на пикник, в поход. Или заняться определенным делом тоже со своим любимым человеком. Может быть, это будет бизнес, может быть, это будет какое-то хобби или творчество. Затем вас легко будет заразить новыми идеями, поэтому, возможно, кто-то из близкого окружения или тот же самый любимый человек что-то вам скажет, и вы намотаете это на ус. Почему бы мне не попробовать? Почему бы это предложение мне не рассмотреть? Такие могут быть вопросы. Если вы одинокий представитель знака Зодиака Близнецы, то вас может посетить оптимистичная энергия по Луне в Стрельце. Вы словно почувствуете, что ничего еще не потеряно, что все еще впереди, выполнены силы возможностей, вы можете почувствовать, что да я встречу свою любовь, да все это ерунда, да все наладится. Вот как-то вы будете чувствовать энергию Луны, поэтому вперед и с песней знакомиться, дорогие близнецы. Луна в Стрельце это обостренное чувство справедливости, возможно, кого-то вы будете защищать в понедельник, во вторник, чью-то позицию или занимать чью-то сторону в эти два дня. Вот захотите защитить слабого, захотите, чтобы справедливость восторжествовала в эти два дня. Ну и также, когда Луна в знаке Зодиака Стрелец, мы можем быть прямолинейны в своих высказываниях, поэтому, пожалуйста, близнецы, контролируйте все, что вы говорите, думайте, прежде чем говорите. И тогда бы точно никого не обидеть. Три дня подряд, среда, четверг и пятница, Луна окажется в знаке Зодиака Козерог в вашем восьмом доме гороскопа, а этот дом отвечает за интимную сферу жизни. Когда Луна в Козероге, мы можем чувствовать сдержанность, мы меньше проявляем эмоции, поэтому в близости с любимым человеком мы можем быть немного холодны. Возможно, это будет даже тема для разговора в эти дни, поэтому, пожалуйста, проявите чуткость, проявите немного внимания к этой стороне вопроса, к сфере, связанной с интимом. Восьмой дом гороскопа также связан с выплатами со стороны государства, со стороны вашего бывшего партнера, это могут быть алименты. В редких случаях восьмой дом это еще и наследство. А когда Луна в знаке Зодиака Козерог, мы хотим, чтобы все было четко. Мы хотим добиться каких-то результатов в своих делах. Поэтому, может быть, вы схватитесь за какую-то возможность получить выплату. Может быть, нужно будет донести документы, с кем-то встретиться, обговорить определенные нюансы. Тоже вполне возможно. Когда Луна в Козероге, мы можем чувствовать одиночество, непонимание. Мы можем чувствовать, что как будто мы в этом мире одни, что проблему решаю только я, что таких проблем больше ни у кого нет. Поэтому, пожалуйста, близнецы, не надумывайте, не выдумывайте. Все можно решить, все в ваших руках. Самое главное внутри настроить себя на какой-то баланс. Настройте себя на то, что вы справитесь. Все будет нормально, все будет хорошо. Не стоит расстраиваться в эти три дня. Также, когда Луна в Козероге, все новое воспринимается достаточно сложно. В сфере, связанной с финансами, возможно, будут какие-то перетурбации, изменения в графиках выплат. Или, может быть, какие-то условия новые будут в организациях, в которые вы взяли кредит или ипотеку. То есть, нужно будет немного проявлять гибкость в делах, связанных с финансами в эти три дня. В субботу и воскресенье Луна окажется в знаке Зодиака Водолей, в вашем девятом доме гороскопа. А это встреча с интересными людьми, дорогие близнецы. Это хорошее время, чтобы встретиться с единомышленниками, с своими старыми друзьями. Вместе с ними что-то обсудить, посплетничать. Немного переключить свое внимание от бытовых каких-то проблем на какой-то релакс, какой-то отдых, на какое-то общение, развлечение. Поэтому хорошее время в субботу или воскресенье выбраться куда-то с друзьями. Девятый дом гороскоп отвечает за путешествия, за поездки, за эмиграцию в некоторых случаях. Поэтому, если вы планировали куда-то поехать, что-то изучить, что-то потрогать, может быть, вы хотели поехать в горы, к морю или переехать куда-то на время, то луна водолея будет провоцировать вас на любознательность. То есть вы будете готовы к каким-то переездам внутри. Может быть, вы уже приняли решение, что все, я перееду, я переезжаю. Мне нужно поменять локацию на время или навсегда в том числе. Луна водолея – это влечение ко всему новому, то, с чем вы не сталкивались. Поэтому, возможно, вас потянет куда-то в какие-то страны, где вы ни разу не были. Девятый дом – это еще и образование, обучение. Может быть, вы будете обучаться новой профессии вообще, в которой не разбирались раньше или до сих пор не разбираетесь. Или, может быть, вы думали, что эта профессия не для вас, но вдруг могут возникнуть какие-то перспективы. И вот эта энергия луны водолея будет вас все равно поджигать на какие-то действия, которые раньше вы не делали. Это очень интересно, дорогие близнецы. Когда луна в этом знаке, нужно оценивать свои шансы без иллюзий, дорогие близнецы. Оценивайте, возьмут вас на работу или вы еще недостаточно хороши, недостаточно знаний для этой профессии. Оценивайте ситуации, в которые вы попадаете, на что вы можете повлиять, а на что нет. Не нужно ничего выдумывать в субботу и воскресенье, иначе будут разочарования в будущем. Будьте, пожалуйста, в реальности, дорогие близнецы. Ну и также девятый дом отвечает за советы, поэтому если вдруг вам потребуется чье-то плечо или чье-то слово, обратитесь к такому человеку в вашем окружении, к которому вы относитесь как к авторитету, или к человеку, который прожил достаточно долго и знает, что к чему. Одновременно с этим в воскресенье планеты Меркурий переходит в знак Зодиака Скорпион в ваш шестой дом гороскопа и останется там до 1 ноября. Планета Меркурий отвечает за связи, за коммуникацию, за общение, дорогие близнецы. Она управляет вашим знаком Зодиака. Поэтому это хорошая возможность с кем-то наладить контакт, с кем-то поговорить, что-то обсудить касательно ваших прямых обязанностей. Шестой дом отвечает за ваши обязанности, за службу, за работу. Может быть, вы будете выходить куда-то на стажировку, чему-то обучаться. Планета Меркурий отвечает еще и за обучение, за информацию, за навыки в работе. Поэтому не бойтесь, близнецы, менять сферу деятельности в этот период. Выходить куда-то на стажировку, что-то изучать, с кем-то договариваться о встречах. Вы сможете наладить контакт. Все, что связано даже с вашими сейчас прямыми обязанностями, может, нужно будет договориться с коллегой о чем-то или с руководством. Дерзайте. Шестой дом гороскоп отвечает еще и за здоровье, за лечение. Может быть, вы откладывали поход к врачу или хотели проконсультироваться с кем-то. Вот это замечательное время, дорогие близнецы. Посетить кабинеты врача, взять какую-то консультацию, узнать что-то про свое здоровье. Это будет самым оптимальным временем для этого, дорогие близнецы. Еще шестой дом гороскоп отвечает за долги. Может быть, вы будете договариваться о чем-то с человеком, что я отдам тебе деньги тогда-то, тогда-то. Устанавливать какие-то сроки будете. И еще шестой дом отвечает за ремонт. Поэтому, может быть, вы будете нанимать подрядчиков, договариваться о каких-то ремонтных работах с кем-то, с людьми. Может быть, это будут просто ваши родственники, будут вам помогать передвигать мебель. Это тоже вполне возможно. Вы сможете вместе с ними о чем-то договориться. Также Меркурий отвечает за торговлю. Поэтому, возможно, вы будете устраиваться на работу в какую-то медицинскую сферу и продавать, может быть, какую-то технику медицинского характера. Или, может быть, вы будете устраиваться на работу в продаже. Или вы сейчас уже в продажах, и могут прийти новые клиенты по Меркурию. Вы сможете договориться и установить долгосрочные отношения с вашим будущим клиентом. Или вы будете работать в сфере, связанной с ремонтом. То есть, это огромный спектр сфер, на который может воздействовать Меркурий. Самое главное, знайте, дорогие близнецы, что это ваша планета, что она будет в доме, который связан с работой, с медициной и с ремонтом. Вы сможете договориться обо всем, либо научиться чему-то новому. Так что, дерзайте. Дорогие близнецы, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на телеграм-канал. Ссылка под этим видео. В телеграм-канале я публикую анонсы будущих прогнозов. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь. Мне остается добавить только одно, близнецы. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи и успеха в делах. Обязательно у вас все наладится. На следующей неделе вы сможете реализовать какие-то идеи, которые вам может подкинуть ваш партнер. А если вы еще одиноки, то не стоит расстраиваться. Все еще впереди. Ну и также не забывайте, что вы можете обучиться новой профессии. Меркурий будет с 13 октября по 1 ноября в вашем шестом доме. Дерзайте, ничего не бойтесь. Все получится. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok